Привет зрителям моего канала! Сегодня я расскажу, как варить аргоном, что для этого нужно, как правильно подавать проволоку. На образцах, которые я подготовил заранее, сейчас покажу. Вот они, четверка пластины, 304-й металл, пищевая нержавейка. Я ее сварю. Покажу вертикальный, горизонтальный, потолочный шов. Сварим также металл 0,8. Сделаем с него вот такой угол. Мне нужна для объекта. Заодно вы посмотрите, как это делается. Я его варить буду своим телом, вот по этой кромке проходить. Сварим две трубы. Просто сделаем стык. Труба полтора миллиметра, обычная, с перименного ограждения. Если вы научитесь варить такие вещи в закрытом помещении, там, где нет ветра, наберетесь практики, то на улице вы будете это делать без проблем. Давайте приступим. Начнем с толстого металла. Это две пластины. Четверка. Толщина. Вот я болгарочкой сделал пропил во всю длину. Это для того, чтобы показать, как ровно обточить мастерство, скажем так. Вы это по-любому должны сделать, чтобы прочувствовать, как правильно нагреть металл, положить проволоку. Мы будем использовать проволоку 1,6 миллиметра вот такой маркировкой. Почему 1,6? Можно и потолще, но я считаю, что это самый оптимальный вариант. Я такую проволоку использую, потому что в основном варю полуторку. Железо, вот такие трубы, она должна соответствовать. Если 1,5 миллиметра, то 1,5 миллиметра проволока, чтобы аккуратненько швы делать и не было лишней проволоки, чистить тогда меньше. Значит, давайте прихватим. Для этого ток я поставлю на 70, потому как толстый металл. Давайте посмотрим. Рука должна лежать, особенно, когда вы только начинаете варить. потому что, если она вот так дернется и достанет до проволоки или достанет до металла, носик повредится и уже точно никогда вы не сможете отправить металл в ту область, которую задумали. Ну, по крайней мере, если не сильно, то еще да. А если хорошо им прилипнете, то придется точить. Срубка должна лежать. Давайте попробуем. Вот я положил пист, нагреваю металл и подаю проволок. Так, нагрел. Раз. Есть. Теперь в этом месте. Ну, и посередине. Для того, чтобы ее не выгнуло, обязательно нужно прихватить с этой стороны. Давайте прихватим. Потому как это у нас обрадит. Так же нагрели, прихватили. Нагрели, прихватили. Вот видите, я ее немножко, немножко потянуло. Сейчас ее просто подровняю. Обычно резиновым молотком это делается, ну, чтобы идеально оплосить. Положили руку на стол. И потихонечку вот в таком вот направлении начинаете подавать. Проволоку подаете с этой стороны. Можно, конечно, и вот так вот делать, но тогда греется проволока быстрее, чем сам металл. То есть, тут можно подавать по-разному. Можно и вот так, чтобы прогревался сильнее этот металл, и с этой стороны вот так, тычками, подавать проволоку. это важно. Давайте я покажу несколько способов. Смотрите. Давайте первый способ это сделаем вот так вот, ровно будем подавать проволоку с этой стороны. Смотрите, что из этого получится. с этой стороны. Спасибо. 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 вот видите какие чешуечки маленькие это мы вот вертикально держали вот так подавали с этой стороны теперь наклоним горелку в эту сторону будем подавать вот так так же вот нагрели последнюю каплю и просто видите я не успел металл разогреть а проволока уже начала плавиться и начинаю растягивать чтобы у него есть это не очень хороший способ нужно нужно подавать проволоку сбоку вот отсюда вот так а грилочку можно тогда и направлять в эту сторону чтобы меньше грилла с проволок вот смотрите подали убрали подали убрали теперь давайте поставим ток больше потому что ток на 70 сейчас стоит мы варим четверку он не прогревает металл то есть это до середины проплавляется шелк сейчас я вам покажу вот видите то есть он поверхностный давайте я поставлю ток где-то на 110 и этой же проволоки пойдем дальше под разными углами также начнем проволоку сбоку поехали вот это металл уже проплавлен ветер какой нету вот таких вот чешуечек то есть вот смотрите получается цепи стопика уже нету такой учили то есть он не вышел но практически проварим пойдем и подадим проволоку сбоку вот эта . . это не заваренный краток с него и начну раз прогрел все и пошел подавать сбоку и в конце делаем таких несколько тычков заварился краток чтобы не было точки ну какой способ и на каких скажем пиражах решать вам учиться как бы вам и обтачиваем мастерство просто положили руку если хотите начать сначала не нужно самого начала начинать начните отсюда а потом в эту сторону кинете капельку я сейчас покажу какие-то буду делать чтобы не спалить к я смотрю и мы все заварка фото там есть сто процентов край не сгорел он за тут на допустим крае зачиститься все будет там хорошо ну давайте покажу пошел как я буду делать как буду водить водить вообще нужно когда вот такие швы завариваться немножко в эту сторону немножко сюда он там совсем почуть вот дошли мы до отец и давайте его заварим ну пойдем дальше вот такого плана шелчек получается током на 70 ровненько все вот так вот так начинаете просто тренироваться на кусков желательно толстого металла разным током все самое главное вот я проварил один второй щелк я нигде не коснулся носиком потому что лежала рука даже если как бы уже когда опыт есть вы даже на вытянутую руку будете варить и все будет то же самое все приходит с практикой давайте продолжим током на 70 но возьмем проволоку единицу просто буду подавать по канавке смотрим что получится видите проволока плавится быстрее чем нагревается металл поэтому я придерживаю чтобы вот раз капелька хоп и она скаталась вот пошла я ее растянул можно подавать можно подавать вот так со стороны как раз подали раз подали еще еще и тогда этого не будет в конце несколько . и вводим назад для того чтобы заварка кратера было эти вообще вот шелчек идет немножко расово счистил и все соответственно будет идти меньше расходников в общем не знаю вам оценивать на разных токах мы попробовали разные проволоки сейчас сварим угол 90 градусов вот такая конструкция получится чтобы для этого сделать я убавлю ток 70 поставлю на 50 можно и на 70 но я думаю вам надо начинать говорить током на 50 принципе я покажу вам попозже сейчас прихвачу потому как ни одному неудобно сделаю значит вот здесь фасочку с металл на металл опущу и вот здесь будет где-то миллиметр зазорчик я потом вот этим металлом начну заплавлять без добавления проволоки это и будет называться варит своим металлом ну как народе горят своим мясом вот смотрите и хватает без проволоки уголочек подхватил я это делаю сам может чуть-чуть казаться неаккуратно делаем тут миллиметрик приблизительно вот прихватил две прихватки угол у нас разовался сейчас возьму угольник смотрю что получается да все хорошо так продолжим дальше я говорю немножко надо будет сюда до тронки это я пальцем прихватим посередине хвоточку поставили этот металл обязательно нужно ставить чаще прихватки потому как от нагрева его начнет разводить то есть металл начнет вести прихватки по-любому надо ставить ближе ну где-то хотя бы даже посередине между это 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 будет мало то есть 2 еще между ними на поставить давайте я поставлю ну так же внизу значит покажу как вертикально вот вертикально варить такой допустим угол на прихватки поставили начинаю сверху эти я дойду приблизительно до середины потом вам покажу на другом токе допустим только у нас сейчас стоит 50 50 ну давайте таким током продел рука должна обязательно то ли на столе быть у вас пока вы еще не совсем опытный да и даже опытный сварщик все равно будет стараться придерживать горелку потому что может рука дрогнуть придется идти точить вольфрам мы варим до сих пор им прошли два шла варим от я еще ничего не точил смотрите дальше вот как буду делать я одним пальцем буду придерживать горелку вторым держать на стол вот так поехали вот так что Масло лучше цеплять сразу, непосредственно за угол. И такими волнообразными движениями идем вниз. 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 Сейчас в этом состоянии можно практически, видите, практически ничего не повелось. Ну, это подогнул без проблем. Вот так я положу. И покажу. Вот такими волнообразными движениями идем вниз. Угол практически четко. Здесь немножечко... Это вообще ни о чем. Сейчас только разогну. Вот он идеальный угол Давайте теперь сварим Трубу Полтора миллиметра Просто сделаем стык С этой стороны По-моему заводской С этой стороны его пилили болгаркой Можем Хоть так приварить Я их не торцевал В общем Давайте приварим Две трубы Для этого будем использовать проволоку 1.6 Так как толщина трубы полтора миллиметра Я стараюсь брать Проволоку равной ее толщине Конечно за исключением Четверки Металла десятки На трубу я использую такую Давайте прицепим массу Вот так Я ее прихвачу Ток поставлю где-то на 50 На разных аппаратах Ток бывает не соответствует Это у меня 50 У вас может быть и 40 И 70 То есть это китайские аппараты Они могут не соответствовать по мощности Поэтому не обязательно смотреть Чтобы было 50 Ну как-то Ну точно Не 70 Не 80 Потому что Если вы только начинаете Ну не стоит этого делать Лучше Меньшим током начинать Варить Также нагреваете металл Раз Подалек Сейчас переверну Обязательно Вот тут будет как раз щель То что нам нужно Это образцовая Пускать будет щель Раз И подалек Имея щель Я бы Посмотрел бы Немножко Подровнял ее Обычно делают это молотком Давайте Рисуем Вот в этом месте Незаваренный кратер С него я и буду начинать дальше эти шов Убавлю немножко ток Где-то поставлю на 40 Потому что нужно Быстрее вести Вы не успеете Если будет 50 Вот я прогрел кратер Подал туда присадки Вот это шов Получается проволока 1,6 Видите какая она толстая Теперь возьму Проволоку единицу Вот смотрите Что из этого получится Так я прогреваю кратер И начинаю подавать Видите Какая чешуечка Маленькая Маленькая Если ее зачищать Раз ее тернул И все Это варилась единицей Проволокой А вот это Варилась 1,6 Разница Ну это так На будущее Значит Давайте Я закончу его Любой Принцип Проволокой Давайте 1,6 Поставлю Ток На 50 Мне так удобнее Просто Вам Сами подберете Какой Вам нужно Ток Проволоку буду подавать Со стороны Вот с этой И горелочку Немножко В наклон Поехали И заварим Вот эту щель Видите Я немножко Придерживаю Проволоку Вот как Получается Вернулся Назад Чтобы заварить Кратор Чтобы при зачистке Не было И ямочки Ток Был на 50 Заваривал Проволокой 1,6 Только что Ну вот и Смотрите Это единица Это 1,6 Ну это уже Сами выберите Кому Какой Шов Нужен И Для какой Цели Если зачищать Перильное Ограждение То Вот этот Шов Зачистится Очень быстро Или просто Нужно Зашлифовать В ноль Зачистить И заполировать Чтоб не было Видно Шва И конечно Лучше варить Вот так Это быстрее И дешевле Значит Осталась Последняя Как я Обещал Потолочный Шов В arcs Я не знаю Я не знаю Как это Правильно Показывать На камеру Если Я его Здесь Как-то Прихвачу И Пройду В принципе Вы все Увидите Можно в принципе и так в плоскости показать горелку, взять с обратной стороны, но сделаем по-другому, я его прихвачу сейчас, ток поставлю на 150, прихвачу его до своей железки и вместе с вами сделаем побыстрому. Вот она держится, все классно, ставлю ток на 110, прихвачу его, здесь железо своим мясом, есть, все, вот она висит, поставлю ток на 90. В общем, сейчас вот здесь пройдем потолочный шелк, у нас есть прорезь, я вам реально покажу, как это на самом деле делается. Ну, чуть-чуть, конечно, не те условия на столе варить потолочный шелк, но, как бы, без проблем. Смотрите, как это будет выглядеть. Смотрите, как это будет выглядеть. Подожди, я вам покажу. Волканайся. Поэтому будет не очень аккуратно. Видите, я вожу, как бы, немножко туда, немножко сюда. И в конце, конечно, заканчиваю вот так, чтобы заводка кратера была. Вот это был потолочный шелк, как я и обещал сделать. Значит, сейчас я разберу эту конструкцию, и мы посмотрим. Давайте сниму массу. В принципе, болгаркой срезать не буду, я ее, думаю, так отломаю. Вот он, смотрите, был потолочный шелк. В следующем видео я покажу, как варить алюминий для новичков. Расскажу, как я делал вытяжку в своем гараже. Сколько она стоит. Мне она понравилась, производительность у нее очень хорошая. Да и дешево. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Он еще очень молодой. Ему нужна поддержка. Спасибо большое за лайки. До новых встреч. Пока.